всем привет ну если я на кухне значит вы все прекрасно понимаете будет какой-то рецепт ну и конечно по названию вы поняли поэтому как говорила героиня из москвы слезам не верит кому будет интересно оставайтесь но всем остальным и можете заняться своими делами что-то нам какую-то градацию говорила по поводу мужчин и женщин что то есть мужчины сейчас могут уйти от экранов женщины типа могут остаться ну конечно шучу всех своих зрителей вас точнее сказать я приветствую желаю вам хорошего настроения отличного просмотра не забывайте перед просмотром видео обязательно писать комментарий что вы здесь что вы со мной ну и потом конечно же в течение видео обязательно пишите комментарии чтобы вы добавили в рецепте чтобы убавили понравился вам рецепт не понравился ну и конечно же мы сами не просто так готовим как обычно не просто болтовня не просто готовка но еще обсуждаем всегда важные темы конечно же ставьте пальчики вверх ставьте пальчики вниз что вам угодно как вы реагируете нравится вам не нравится спи моя красавица пожалуйста все в ваших руках поэтому только обязательно проявляйте свою инициативу гражданскую позицию не сидите где-то у борта как говорится не сидите у воды и участвуйте в нашем с вами обсуждении когда вы говорите когда мы общаемся буквально вот несколько влогов назад мы с девчонками обсуждали тему где мы с пашей гуляли около олимпийского кстати многие даже не знали что олимпийского не то что главная арена просто вообще всего комплекса олимпийского его нет вопроса разрушили подчистую поэтому очень интересно было пообщаться очень было интересно пообщаться по поводу церкви что это за церковь что как сюда может зайти и т.д. поэтому оставайтесь и мы с вами обязательно поговорим на очень интересную тему пальчик вверх пальчик вниз комментарии все что от вас требуется больше так скажем чего участие в этом видео ребятки значит что я хочу сегодня приготовить на завтрак я не знаю не такое ощущение как будто бы сегодня мы проснулись и сегодня на улице такая тень не хотя 12 градусов тепла но на улице очень очень настоящая такая московская 8 московская зима поэтому я прям вот даже ничего не сказала паша паша сказал как-то блин не очень-то на улице вообще просто тени сейчас уже время 11 час нужно позавтракать паша уже сел на работу за работу мне потому что тоже там кое-что по работе поделать вот поэтому все работаем пока на дому я включаю сразу сковородку на разогрев и буду доставать параллельно параллельно то что нам с вами понадобится нам надо с вами будет масло сливочное обыкновенное масло пирога вообще-то как-то называется пирог как его назову честно говоря не знаю потому что это я нашел в инстаграме очень интересный очень интересную страницу там англоязычная англоязычная какая-то девушка готовят и я увидел этот очень так скажем простой быстрый рецепт мне кажется но она куда-то таки по на ужин праздничный подавала не знаю именно почему-то ну разные у нас конечно вкусовые качества и что подаешь на завтрак и на ужин хотя не знаю пишите в комментариях можно это нужен подать или нет мне как показалось что-то больше похоже на завтрак вот так скажем поэтому я думаю вы надо взять мне нужно сливочное масло мне его как раз немножко осталось понадобится с вами я думал что он будет кусочком но вчера мне привезли с яндекс доставки с яндекс лавки чеддер кусочком и уже нарезанный вы можете взять любовь самое главное чтобы он плавился это самое главное самая главная важная часть которая которая нам с вами понадобится и вообще по рецепту идет 5 я не знаю 5 не брать или 4 но давайте я возьму все-таки 5 как по рецепту 1 раз приготовим я не знаю как вы кладете кстати яйцо будто я сразу в холодильник или не мы то я сначала пытался умыть потом не мыть потом значит все пришло к тому что в любом случае не мы то лицо оказывается в холодильнике поэтому всегда перед готовкой я ему хотя наверно по хозяйски если подумать для ускорения процесса яйцо нужно помыть из положить холодильник что потом приготовки вот этого не было сейчас достала сразу же готовил поэтому минуточку секундочку вашего внимания я отключусь помой для вас это будет как обычно секунда для меня это будет три минуты чтобы помыть яйцо и так яйцо мы помыли буквально три секунды для вас какие-то программы кадры все значит нам понадобится с вами 5 яйца нам понадобится с вами любая колбаса которая у вас есть сосиски вареная колбаса вообще по рецепту есть лично поэтому купил лично для более подходящего рецепта и сделать более оригинально так как есть поэтому я буду использовать ветчину так чтобы было по правилам вы мне кажется можете использовать любую колбасу и чину сосиски и так далее сыр любой там шел чеддер поэтому я купил чеддер мне кажется можно воспользоваться на сыром любым самое главное чтобы он плавился сливочное масло немножко растительного масла любого и самое главное что нам понадобится на понадобится с вами вот такие вот лепешки я не знаю как они называются мексиканские лепешки они есть разные можно наверное использовать лаваш который вот типа вот такого и истерического или любого другого но у меня он уже весь из кромсона зарезан я думаю что из него можно тоже сделать но почему я думаю что возможно что не подойдет потому что он более тонкий он прямо вот тоненький и а нам нужно все-таки такой немножко поплотнее а вот именно такие вот деликатес именно вот от этой фирмы не знаю как она правильно называется лепешки продаются она вот как раз она такая более толстая единственное что они часто очень друг другу прилипшие нужно аккуратно в общем это все ингредиенты которые нам понадобятся соль сахар по вкусу перец то что кладет уже специи уже посмотрите во время моего приготовления во время нашего с вами общения и там уже с вами обсудим чтобы можно было еще добавить кстати мы тут были недавно в глобусе его кстати у нас открыли прямо здесь медведкова наконечной 17 трамвая это прикольно что не нужно съездить никуда не в пушкина нее не в королев вот прямо сел на 17 здесь около дома доехал до конечной закупился и приехал мы выбросили практически все битые тарелки и старые кружки поэтому сейчас у нас в обиходе мне очень понравились вот такие вот тарелочки не знаю напишите в комментариях от типа супницы но мы сюда и каши вчера туда клал гарнир так скажем с котлетками мы кушали мне очень кстати понравилось дизайн стоит достаточно дешево и сколько прослушат как паша говорит огурную вроде как такие они как ну простенько сделаны но не знаю с чего ну в общем говорит что выбросим короче взяли такие вот вам не знаю понравится не понравится любите ли вы такую рисую вот она причем грома резная тарелка то есть это не просто так прямо внутри всё изрезано поэтому можно стирать уже после домой и купили вот такие две кружки достаточно тоже прикольные сделаны как будто знаете как из глины и причем тарелка еще также как будто из глины сделано как будто это все ображено очень красиво и вот такие вот тоже вот кружечки такого знаете немножко как-то советского или деревенского времени достаточно прикольно выглядят из немножко как с позолота или не знаю с чем-то как ржавчина вот такие вот и это беленькая точно такого же и правда здесь не так сильно видно вот этих вот позолота короче вот такие вот кружечки купили поэтому сейчас сегодня утром будем пить чай так что значит мы делаем подвигая вас ближе так в первую очередь я так ровно открываю у нашей подруги я увидел как ты давно давно она пользуется вот такими вот зажимами я их накупил тоже тут в хозяйственном магазине хозяйственном летом всякие ручки на что продаются такие вот дракончики не знаю как они зажима называется и сейчас вот так вот у меня все закрыто у меня есть большие есть маленькие кстати вот очень удобно использовать их поэтому кто еще не догадался это целые если большие маленькие целый целый ряд этих зажимов не что я к чему грустных потом я вот так вот заверну и зажму вот таким большим большим крокодильчиком у меня это не будет сокли потому что естественно что это может и не сидит и это будет все просто портится так значит что мы делаем вот эти значит лепешки нам надо самое главное чтобы лепешка не порвалась тихонько и открыть просто до этого я покупал на почему-то была прилипшая друг дружке это будет более-менее и вот так уторвалась значит что мы делаем вот она две лепешки по сути дела нужно чтобы это лепешка подошла по размеру на сковородке нот она как раз подходит поэтому меня уже это устраивает устраивает поэтому нам нужно две лепешки поровненные возьмем только что выпукло пишите в комментариях кстати чем можно такие лепешки еще заменить на лаваш или еще что-то просто я не знаю так теперь нам нужно взять нож нужно полить немножко сливочного и оливкового масла люб вы можете пользоваться абсолютно другим какой у вас есть потому что дело вкуса так скажем кто-то топленое может масло положить я положу сейчас сюда чуть-чуть оливкового прямо немножко сейчас его раза звукаю и лишнее уберусь немного будет делаю это для того чтобы не горела не горела сливочное масло потому что если вы не положите сразу может все гореть так теперь мы сюда значит кладем сливочное масло немножко так вот распределяем просто немножко сделаем поменьше отопление для сковородки и пока это у нас растворяется мы с вами мы берем с вами вот такая вот ветчина прямо советская ведь она так достаточно выглядит прикольно поэтому и по вкусу она достаточно хорошая если у кого-то есть магазин веснов берите берите готовьте так и значит именно вот это мы пойдем сейчас вот сюда раман сливочное масло касаемо болтая конечно ты можешь может начать загореть все это я знаете что подумал еще единственное вот хожу я тут по улицам и смотрю что столько инвалидов в городе я не говорю про инвалидов которые умственные на голову имеется ввиду что которые люди у нас инвалиды вроде бы как здоровые но ведут себя хуже чем дауны действительно дауны бывают намного умнее иногда хожу и смотрю вот сколько людей обделенные обделенные чтобы увидеть или пользоваться красотой да но опять же мира имеется ввиду что допустим там человек может быть без рук без ног на инвалидной коляске понятно что наверное такие люди где-то за границей они более мобильные потому что там государства более как-то пользуются обеспокоиться чем сказать о таких гражданах у нас если человек который просто живет в какой-то глухой деревне да и там нет ни почты ни магазина ни продуктового магазина ни какого-то хозяйственного школы ни садика ничего нет уже считает себя обделенным а что говорить про инвалиды если живет в таком в таком месте это конечно приводит тебя в какое-то тупиковое тупиковое состояние так это мы сделали теперь нам нужно сюда разбить яйцо что это попадается когда кровь это нужно и туда вставать или что с этим делать или это на норма как как сукровица какая-то 4 ну по-моему так и получалось до примерно там по рецепту пять штук единственное что мне кажется что она там не солила нам нужно будет обязательно посолить мне кажется хотя там же опять будет сыр не знаю немножко теперь нам нужно сюда выложить будет свою ветчину без фанатизма немножко самом деле рецепт тоже очень достаточно простой и это можно делать недорогой яйцо есть вот единственно что я запарился это конечно с этим лавашом что его нужно было заказать найти но в магазине в москве он продается так дальше скажу сразу не по рецепту я сюда решил добавить огурчик вот у меня есть немножко огурчиков очень вкусно кстати огурцы сейчас очень сложно найти огурцы которые на будут хуй в крусти хрустящие и вкусные поэтому если вы найдете в магазине от дяди ваня вот такие вот огурцы именно по-берлински очень вкусные хрустящие огурцы как раньше было потому что сейчас почему-то все производители какие-то огурцы маринованные во первых они очень дорогие почему-то стали во вторых такое ощущение как будто бы из вторсырья это делают каких-то перемороженных огурцов короче мы нарезаем огурчики мера небольшим кубиком огурцы я наштрекал теперь нам нужно это сами тоже так немножко распределить тут лично тоже где попал где не попала хочу сразу сказать что огурца в рецепте не было мне показалось что огурец сюда должен хорошо зайти поэтому если вдруг вы все-таки решите что место ветчины и место огурца что-то сюда еще подойдет пишите обязательно мы с вами это обсудим и поговорим об этом дальше мы берем сыр чеддер сыр чеддер сейчас вас немножко подальше вот так обратно простите за землетрясение так обратно сюда сыр чеддер нужно было вообще натереть натерто но так как не привезли как есть я попробую вот этот как-то распределить просто положить что ли желтого то получится так немножко вот так распределим может не держаться не знаю в общем сделано посмотрим сейчас и нужно натереть на терку ну ломтики я не знаю как натереть поэтому я так вот их порву чем нужно растечься сыром буду покрывать уж слишком мне кажется жирно получится так и сверху мы закрываем вот очень таким же лавашом вот этим вот так закрываем закрываем крышкой и типа написано давай немножко разгоники типа написано что нужно пять минут пять минут держать это все так вот значит что я хотел продолжить а по поводу инвалидов вы знаете и меня такие страшные мысли конечно я хочу чтобы все и я и мои родственники и друзья и вы в том числе все ваши друзья близкие всегда были здоровы и все остальное у меня в голове знаете такая вот история страшная какая-то что вот если не дай бог что-то было случилось да то не то чтобы какую я бы инвалидность выбрал но вот слепой или глухой человек вот я бы наверное выбрал все таки быть глухим потому что все таки созерцать мир проще чем слушать да то есть глаза все таки мне кажется для человека это ну больше чем уши потому что конечно там уж это там не будешь слышать но по крайней мере ты можешь созерцать ты можешь видеть человека можешь видеть мир ты можешь смотреть картины читать книги до проблематично слушать музыку но по крайней мере может быть в какой-то мере без этого можно обойтись ты не можешь слушать своего собеседника ты не можешь слушать в театре что происходит а хотя сейчас театре там всякие есть и суфлеры и и тогда это подобное поэтому я как-то сидел тут думал что все таки мне кажется вот если взять на чашу весов уже не говорю совсем до инвалидов которые там без рук без ног это как бы немножко не другая но скажу просто про свои чувства что вот я сколько раз почему-то у меня в голове вот это всплывало ощущение то чем бы я например мог пожертвовать да не дай бог если вот так вот прямо на чашу весов бы что-то было там убирая ли там как-то то конечно же наверно я бы все таки бы выбрал быть глухим чем слепым это вот правда потому что мне кажется что все таки именно у человека который имеет зрение но не имеет слуха мне кажется у него больше возможности больше увидеть мир я уже не говорю там про что-то да про какие-то именно жизнедеятельность самого человека именно там каких-то бытовых случаях а а вот именно в истории связаны с общением с миром общением со своими родными и близкими что все таки именно зрячий человек он более мобильный зрячий человек для него более приспособлено в нашем мире все по крайней мере ты видишь ты можешь куда-то идти ты можешь зайти в магазин да ты можешь принести там на листочке на каком-то написать что тебе нужно если человек не понимает что тебе там нужно купить да хотя сейчас практически везде на самообслуживание ну например там в аптеках не везде это есть и если даже есть типа самообслуживание то большинстве случаев все в любом случае лекарственные вещества они лежат где-то на полках у фармацевта да там вот но можно принести там бумажку и написать что мне там нужно не знаю там парацетамол или еще что то то есть человек тебе это даст или просто прийти с рецептом и в театрах ты можешь наблюдать за действиями ты можешь ходить и ездить на экскурсии в любые страны мира и тогда и тому подобное вот что не сказать так скажем про слепого человека говорят вроде что именно у слепого человека у него обостряется именно слуховые качества то есть он начинает слышать мир как-то по-другому не дай бог конечно никому это не увидеть не услышать так скажем не ощутить чтобы все мы были здоровы но просто вот если вот так вот например не дай бог что-то случилось дата скажем сделаем так так не знаю кто как чтобы выбрали именно быть слепым или глухим и почему мне вот это интересно потому что у меня почему-то вот буквально несколько говорю несколько там дней назад у меня почему-то возникли такие вот мысли они почему-то у меня как-то приходят вот я думаю странно чтобы я выбрал и потом в голову у меня вот пришло что как-то так сам собой подумал посовещался и я понял то что наверно все таки я был бы лучше глухим глухим потому что я могу свободно со знаком пусть инвалид не знаю там глухой да вот раньше были там но могу водить все таки как-то машину тихонечко и так все равно конечно вряд ли что за машину можно будет сесть за руль но прекрасно понимаете что я говорю что грубо говоря ты даже можешь путешествовать сидя в машине в самолете в театре ездить на различные достопримечательности мира и ты ты можешь вот так вот видеть понятно что ты не наверное не услышишь пение птиц ты не услышишь голоса своих родных и близких но по крайней мере ты можешь это как-то как ты это можешь наверно по-другому тебя ощущать вот это лично мое мнение не знаю как вы давайте все таки если кто смелый кто сможет на эту тему порассуждать кто не боится так скажет себя привлечь какие-то негативные эмоции но мне было бы просто интересно правда узнать у вас как бы вы поступили как бы вы порассуждали на эту тему это да это вот я сегодня думаю надо же в голове несколько уже дни и там наверно у меня уже больше месяцев месяца три-четыре как у него в голову это вошло и думаю как как почему и вот стал почему-то думать а что лучше так или так кофе хочу сегодня чай вот этот очень вкусный вообще просто вкусно если найдете где-то берите вот эти коробки еще не могу заменить себе купить типа вот таких степлянок но это тоже старого же крышка появилась кофе тут у меня зернами вкусный вот этот сахар заменить или с ванилью вкусные ну вот этим я пользуюсь удачно вот эти кстати вот таких коробках вот такие как-то от них отмык уже я хочу сказать что еще не то что сказать не только что лучше что хуже а то что расскажем вот из двух зол бы что выбрать вот из двух зол наверное это будет более правильно потому что выбирать так скажем из человеческих страданий наверное это неправильно хотя многие из мы же считаем инвалидами да но многие люди которые имеют такую так скажем особенность свою не считает себя инвалидами потому что я все-таки тоже считаю что в большинстве случаев это это инвалиды это те люди которые на голову больные могут бить детей могут насиловать детей могут издеваться над пожилыми людьми и над родителями воровать у пожилых людей с каких-то да там вот эти всякие аферисты которые мошенники вот эти вот черные риэлторы вот я считаю их уродами и считаю инвалидами мозга на голову то есть недавно там какого-то они умнее явно а вот именно таких людей как которые могут причинить умышленно какой-то вред человеку которая человек от которого может страдать вот это я считаю уродами реально и инвалидами вот это а здесь так скажем люди с особенностью и вот какую особенность вы бы нам верно так надо сказать из двух зол вы бы выбрали вот потому что многие обижаются что все-таки когда их называют инвалидами и вы знаете иногда я завидую силы воли таким людям сколько олимпийских чемпионов сколько людей которые занимаются творчеством который не имеет рук ногами и точат и режут и красят и и картины пишут и что только не делают поэтому инвалидных креслах сидят люди которые вообще никак не не бени-мини-бук и только с помощью рта какими-то палочками не что-то пишут печатают то конечно это сила воли людей она конечно вот ну есть конечно которые люди пассивно себя ведут и совсем так скажем не борется никак и есть люди которые прямо вот такие стержни в жизни которые могут просто как-то за себя бороться продолжать жить продолжать двигаться несмотря ни на что радоваться этой жизни но таких мне кажется людей очень мало мне кажется большинство из нас мы все скукожимся спрячемся в себя спрячемся в панцирь закроемся и не будем на этот мир смотреть будем только искать виновных искать виновным себя окружающих бога и так далее и тому подобное поэтому именно таким людям которые могут двигаться двигаться дальше с тяжелыми инвалидными условиями так я открываю крышку с тяжелыми инвалидами я конечно просто завидую на самом деле я всегда аплодировал и таким людям когда вижу где-то в интернете или спортсменам или еще кому-то это конечно такое вот дело что не каждый из нас здоровый так скажем человек хотя здоровых нашем мире очень мало людей да то есть большинстве случаев это человек все равно с какими-то болезнями с этим болезнью можно жить далку этом сердечного кого там еще какие-то время идут раму такие прогрессивные болезни где с которыми невозможно как мне кажется жить и вот эти люди они конечно здоровым нам людям просто я иногда понимаю что я этого просто бы не смог сделать как этот человек который там как-то совсем прямо в общем я вот прямо всегда аплодирую и в душе как-то я понимаю что это вот такие люди которые настолько сильные внутри настолько сильные с таким стержнем характера что они нам еще могут дать фору понимаете в каких-то ситуациях мы еще много можем уступать и через какую боль через какую через какой жизненный путь этот человек проходит мы с вами можем ходить обслуживать себя иногда ленимся и считаем что жалеем себя такие люди они просто вот я не знаю я считаю что таким людям нужно нам нужно учиться у таких людей так что удачи понадобится вот с одной стороны как бы у меня все это поджарилась до другой стороны вроде хочется тоже чтобы румяная корочка была не нужно взять большую тарелку какая у меня сама максимально есть это вот это так там нарисовано что это нужно сделать типа вот так нарисовано написано отказано вот так теперь это нужно что вот так перевернуть перевернулась смотрите как все удачно и вот так это получается кстати почему-то на телефон немножко камера отражает другую по темнику ты подгорел самом деле достаточно румяна получилось и теперь нам нужно это все обратно и еще раз это блюдо этот торт этот пирог почему-то называется не знаю может померить все пироги девчонки кстати смотрят жене из америки напишите напишите почему именно вот это все называется пироги мне кажется что это как омлет какой-то почему это называется пирог в англоязычных странах или в америке я честно говоря не знаю я очень люблю пить кофе кстати раньше очень редко пил кофе пью кофе достаточно хороший но начисто если его пьет достаточно много сахара добавляю сахара теперь сахарозаменителя сейчас я всегда добавляю туда молоко и немножко поэтому кто любит кофе с утра пишите или напишите почему вы его не пьете с чем это связано может пристрастился кофе кстати молоко и стал добавлять везде и зеленый чай и в кофе и в черный чай и для меня это очень вкусно мне так кажется как выпьете кстати напишите в комментариях так ребятки все готово я выключаю единственное что в том видео не было показано как этот пирог торт омлет как его доставать из этой сковородки переворачивать снова или что делать мне бы хотелось бы его как-то типа выкатиться он или нет или все-таки лучше его перевернуть чтобы вы сделали я не знаю просто с одной стороны может быть типа красивым другой стороны не вот такой он получился такое солнышко как будто блины да как на масленицу короче вот это вот такая штука и сейчас мы его еще с вами попробуем разрезать но для того чтобы мне кажется разрезать чтобы сыр немножечко взялся нужно все таки чтобы он отдохнула немножечко отошел от жара и чтобы его можно было хорошо разрезать поэтому вот это я вам скажу стоит пробовать или нет но и конечно сейчас мы сядем за стол паша попробовали потому что даже не знаю что я готовлю и мы скажем с вами стоит готовить вкусно невкусно но самое главное как мне кажется что это простой рецепт очень дешевый вот это стоит рублей 100 и их там хватит вам раз на десять еще яйцо и колбаса по сути дела или там сосиски все что у вас дома есть все готовьте и своих детей родных и близких удивляете кстати знаю что многие из вас готовят по моим рецептам в частности света глухого недавно готовил вот эти помните пан азиатский бутерброды отдел поэтому свет и сказал что очень вкусно поэтому жду света или кто-то из вас будет готовить чтобы мне тоже написали в личке где-то в социальных сетях или здесь в ю тубе под этим видео чтобы попробовали вкусном или нет давайте попробуем его разрезать вообще мне казалось там видео что он такой знаете как хрустящий что ли может его типа нужно дольше держать мне показалось корочка типа вот это вот корочка именно самого но мне кажется снизу она как раз немножко такая как раз хрустящий на курина с вами видео не было показано как этот пирог омлет торт не знаю переворачивать поэтому я уже сделал так чтобы это вообще все окончательно не развалилась ну и наверное все таки там сыра больше клали потому что в целях экономии ну или то что он было немножко так скажем натёрт но ничего если кто-то будет готовить напишите как это значит было вот так сыр выглядит а тут не сыр сыр вот здесь это значит яйцо видно так разрезе это выглядит и сыр вот он и яйцо и колбаска и огурчик в общем надо пробовать надо пробовать чтобы сказать вердикт этому блюду которые я делал первый раз кстати это очень редко когда блюдо делать без проверки уж очень пить хотела пока эту закрыты сидел ну давай пробуй не знаю что это такое короче типа пирог написано не знаю можно это пирогом назвать или нет тесто не пышно вообще это же лаваш или как лепешка какая-то ну чё да нет сколько 5 из 5 5 и 10 из 10 ты давай побольше разгон дадим 9 правда так вкусно а как острый ты хочешь хреновую закуску ну давай но что-то не хватает да вот видишь значит получается вообще по рецепту там не должно быть огурца маринованного вот это я положу туда немножко огурца боялся что будет пересолено у каждого свое предпочтение кто-то сладкое туда может вам мармелад положить до колбасе бомба да никто к тебе уже не подойдет да и ты крошка хаврошка пацанка давайте я тоже попробую на просто соус то есть но такой знаете как будет хреновая закуска есть я покупал в магните и есть такой типа по на азиатский такой что лучше но поставлю будет марусь это мое место можно я поем тоже спасибо а то как-то обидно готовил и это и марусь это одни глаза торчат одни глаза торчат с одной стороны вот такой ведь он подпекшись потому что другой такой на самом деле очень вкусно но нет даже не хватает соли то есть даже яйцо посолил хотя она там еще не солила в рецепте сыр чеддер он вообще-то должен быть соленый огурцы и все но вот как будто не хватает как ты будешь пикантности какой-то не хватает сейчас попробуем с хвиновкой но это не мог банк вам ничего не видно давайте вот так и сразу да буду раскрывать да вот это вот остринка соус значит какой-то нужен так что будешь если готовить иметь ввиду она так-то сочная это нам не сухая если бы еще бы не снимал делал быстрее я бы чуть-чуть пораньше мы перевернул чтобы яйцо немножко такое было знаешь это не имеется тут устраивать все вкусным все это ну вот хочется добавить просто либо внутрь что-то какую-то либо вот как соус просто отдельно но сделал практически как единство здесь изменил это сделать туда будет у каждого все вкус разные нам нравится что какая за это говоришь все мои любимые слова пикантность вкусно кстати готовьте вот один только единство знаешь вот мы с тобой сидим вдвоем едим два мужика не такие уж и худенькие ну я просто имеется ввиду то что мы единственная цель и семья 1 вот по такому куску или это только просто как типа топ должен быть но грубо говоря вот этот вот пирог или не знаем лет яичница с посреди булок и что-то еще должно быть на столе или вот ну завтрак у кого опять же разный да кто-то просто потому что только пушечку есть бутерброд и побежать ну для меня ну ты просто не меня просто завтрак бывает по настроению бывает что мне хватает бутерброда йогурта улетела улетела навсегда вот а бывает сломалась которая а бывает хочется прямо жрать утром просыпаешься что для невозможности хочется есть два часа прошло с момента проснулся аппетитно буллин так что в общем я нашел там кучу интересных рецептов один рецепт и все буду снимать показывать потому что вроде бы как они быстрые единственное что недавно мы делали рецепт который я ходил тогда когда там отчитывал некоторые зрители помните о влоге потом я готовил через несколько дней все-таки этот рецепт не буду говорить какой было очень вкусно из того блюда из которого ну мы редко так скажем готовим поэтому наберитесь терпения возможно что через небольшую паузу все-таки вот приготовлю вам покажу забытое забытое не блюдо забытое из чего готовили ингредиент забытый несправедливо из которого можно готовить очень вкусные рецепты и блюда поэтому давайте эту кашу из топора на пасаран уже отключился и скажу что именно острый хрен опять дело вкуса вот мне больше понравилось хотя вы знаете что я такое люблю и сладкое и соленое все кучу вместе но вот именно с острым просто соленым намного вкуснее чем с кисло-сладким соусом что-то никого не покатило все всем пока лайк комментарии репосты не забывайте и будет вам счастье я буду пить кофе с молоком из новой кружки и и